Площадкой для обсуждения тем аграрной политики России стал один из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении регионов. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве зерна, молочной, мясной и плодово-овощной продукции. На Кубани собирается пятая часть всего сахара страны. Мы полностью можем обеспечить себя продуктами питания и, естественно, экспортоориентированный регион. Достаточно большой объем произведенной продукции мы экспортируем в соседние регионы, за рубеж. Конечно же, у нас есть и свои проблемы, и достаточно большое количество задач, которые мы ставим перед собой. Это не одного года задачи, а требующие ближайших пяти-десятилетнего развития. Инвестиции вкладываются в развитие чаеводства и садоводства. Уделяется внимание обновлению поголовье крупного рогатого скота – рыбной отрасли, которая является важнейшей составляющей для развития агропромышленного комплекса. Решается и вопрос полного импортозамещения в производстве сахарной свеклы. Ученые разработали отечественные гибриды семян, не уступающие по качеству. Многие предприятия-производители уже подтверждают свой уровень на международных конкурсах и становятся лауреатами национальной премии за качество. А это значит, что Кубань предоставляет богатую инвестиционную площадку. Условия для развития национального бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции есть. Со стороны государства будут приняты меры по уменьшению рисков разного характера. Особо важными являются фальсифицированная пищевая продукция и предупреждение заболеваний. По распространению африканской чумы свиней, например, положение действительно очень тревожное. Существует угроза заноса возбудителя заболевания и в Уральский регион, но там уже близко и Сибирь. Кстати, вчера же мы тоже дали на новостную ленту информацию о том, что вспышка африканской чумы свиней, по-видимому, впервые произошла в Молдавии. Пленарные заседания и круглые столы должны привести к выработке единой позиции власти и бизнеса по актуальным темам работы сельского хозяйства в новых условиях. В обсуждении острых вопросов аграрного сектора принимают участие лучшие специалисты этой отрасли. Здесь говорят о наращивании экспортного потенциала российских производителей. В нынешнем состоянии и перспективном развитии сельского хозяйства затрагивают и темы обеспечивания продовольственной безопасности страны и насыщения рынка качественными пищевыми продуктами. Таким образом, саммит стал хорошим стартом к международному инвестиционному форуму. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.